Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады новой встрече с вами. Вновь в эфире телеканал ЖТСУ, программа «Единый народ». И сегодня вы увидите. Язык единства. Проект «Мэнбала» по обучению государственному языку успешно реализуется. Повышая уровень знаний. Какую работу ведет Центр волонтерства при Ассамблее народа Казахстана? Под звуки дотара. Уйгурское этнокультурное объединение Толгарского района приглашает гостей. Деятельность Ассамблеи народа Казахстана сегодня охватывает различные аспекты жизни. К примеру, на днях были подведены итоги культурно-просветительского проекта «Мэнбала», а также проведен онлайн-семинар-тренинг по вопросам медиации и волонтерства. Обо всем этом более подробно смотрите прямо сейчас. На сцене победители культурно-просветительского проекта Ассамблеи народа Казахстана «Мэнбала». В этом году в связи с карантином церемония награждения прошла в онлайн-формате, как и в целом весь конкурс. Однако это не умаляет его значимости. И, как известно, главной целью проекта является продвижение национальных ценностей среди учеников школ и представителей молодежи различных этносов через государственный язык, а также формирование гражданских принципов казахстанской идентичности. Проект Ассамблеи народа Казахстана по обучению детей различных этносов государственному языку стартовал в 2015 году. За это время в рамках проекта было организовано свыше 30,5 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 837 тысяч детей. В этом году в конкурсе по всей стране приняли участие более 10 тысяч учителей и студентов разных национальностей. 65 из них стали победителями. Участники соревновались в номинациях «Тельмэк Тебе», «Асэлсоус», а также «155 лет Абаю». Из Алматинской области на проект свои работы представили свыше 8 тысяч кандидатов, владеющих казахским языком как родным. Победителями стали трое. Преподаватель из города Жаркент Хальбину Рыскакова, заместитель директора средней школы номер 22 Толгарского района Кристина Гончарова и ученица из Аксузского района Александра Михеева. Все они были награждены благодарственными письмами и ценными подарками. Я участвую в проекте «Мэнбала» с прошлого года. У меня уже есть награды. Хочу поблагодарить родителей и учителей за поддержку. Я считаю, проект «Мэнбала» находится на очень высоком уровне. На днях в областном доме дружбы прошло еще одно значимое мероприятие. Семинар-тренинг по вопросам медиации и волонтерством. Участники республиканской встречи, организованной в онлайн-формате, вместе искали ответы на вопросы, что же такое медиация, каким должен быть медиатор и когда необходимо его участие. Организаторами такого мероприятия стала Ассамблея совместно с Министерством информации и общественного развития, Комитетом по межэтническим отношениям и РГУ Когам-де-Келесом. В нем приняли участие представители этнокультурных объединений, члены молодежного штаба Жангар-Жулы и медиаторы из разных регионов стран. При Ассамблее народа Казахстана институт медиации действует с 2015 года. В Алматинской области открыто 68 центров медиации, в которых работают свыше 270 общественных и 24 профессиональных медиатора. Медиаторами Алматинской области ежеквартально проводятся Дни открытых дверей, различные мероприятия, направленные на профилактику семейных и других конфликтов. На прошедшем семинаре поднимались самые актуальные проблемы, связанные с их деятельностью. Второй и не менее важный вопрос на повестке дня касался волонтерства. При Ассамблее народа Казахстана центр волонтерства был открыт в январе 2020 года. За это время проведено немало благотворительных мероприятий. Особенно отрадно, что сегодня большую активность проявляет молодежь. Наши мероприятия всегда включали в себя благотворительность, но в этом году число желающих помочь увеличилось в разы. Подобные семинары, они не только обучают, но и вдохновляют детей, молодежь, подростков к именно благим делам, потому что своими примерами спикеры рассказывают, насколько это хорошо, насколько это правильно. И вообще, что быть добрым, это на самом деле одно из важнейших качеств человека. И действительно, Центром волонтерства при Ассамблее народа Казахстана в Алматинской области сегодня ведется большая работа. К примеру, в течение 9 месяцев социально-волонтерский центр ДОСКИ-З реализовывал проект под названием «Бергем из Белем», направленный на повышение уровня знаний среди школьников сельской местности. Проект «Бергем из Белем» в Алматинской области был реализован с марта по ноябрь. За этот период Центром волонтерства при Ассамблее, а в частности социально-волонтерским центром ДОСКИ-З была проведена огромная работа по повышению уровня знаний среди школьников. Организованы занятия по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, проведены онлайн-лагеря, олимпиады, тренинги по повышению правовой и компьютерной грамотности. По итогам проекта проведена конференция, на которой состоялось награждение победителей олимпиад, 10 лучших волонтеров, 3 команд, а также 3 победителей в конкурсе на лучший образовательный проект. Они получили ценные призы и денежные сертификаты. Всего же за 9 месяцев в проекте приняли участие более 3000 школьников, с которыми занимались около 100 волонтеров из числа студентов ЖТСУСКОГО университета и учащихся Назарбаев интеллектуальной школы города Талдыкурган. Наш проект был реализован в рамках гранта Центра поддержки гражданских инициатив при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Результатом стало именно то, что наши волонтеры смогли сформировать такое понятие, что такое преподаватель, что такое преподавание, как быть преподавателем. Они сейчас говорят, мы понимаем преподавателей, и мы гордимся тем, что мы смогли в этом проекте принять участие. Очень важно, что результат проекта, он долгосрочный. Финансирование по этому гранту планируется и на будущий год. Итоги работы были подведены не только на специальной онлайн-конференции, но и на брифинге для журналистов. Как было отмечено в ходе брифинга, одним из главных достижений проекта стало то, что уровень знаний школьников сельской местности, принявших участие в проекте Бергима с Балим, действительно стал выше. К примеру, из 264 выпускников, прошедших подготовку к ЕНТ, 75% поступили на грант. Цель нашего проекта была помочь в подготовке, то есть в образовательном проекте, именно привлечь волонтеров и помочь детям сельских школ получить какие-то дополнительные знания. Мы достигли этой цели порядка больше тысячи детей, кто постоянно принимал участие в нашем проекте с периода с апреля по ноябрь включительно. С ними работало 92 волонтера и плюс 8 пробоноволонтеров. Результат проекта, думаю, что мы достигли, мы просто показали, как могут волонтеры образовательного проекта заниматься волонтерством и помогать детям из сельских школ. За время реализации проекта центром ДОСК и ЗЭТ были подписаны меморандумы с различными организациями, которые оказали помощь в проведенной работе. В Алматинской области действует свыше 70 этнокультурных объединений. Национальные центры сегодня открыты во всех регионах края ЖТСУ. К примеру, в Толгарском районе активную деятельность ведет Уйгурское объединение. О нем мы поговорим сегодня. Каждая встреча членов Уйгурского центра – настоящий праздник с исполнением национальных песен и танцев. И, конечно, с соблюдением всех традиций. Перед Дастарханом обязательно омовение рука к сокалам. Произносится напутственное слово «имама», и только после этого можно приступать к трапезе. Почетные же гости любого праздника, старейшины района и этнокультурного объединения всегда с удовольствием слушают песни на уйгурском языке. Уйгурское этнокультурное объединение Толгарского района было создано в 1989 году. Сегодня его филиалы действуют во всех 13 сельских округах. В регионах работают советы старейшин и молодежи. И вот уже 8 лет руководит объединением имин Тахтахунов. Тахтахунов имин Ахпарович – председатель представительства Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана по Толгарскому району Алматинской области. Работал столером. Был председателем этнокультурного центра уйгуров Алатаусского сельского округа. Имеет множество наград, в том числе медали. Бауржано-мамушевые Батыр-Шапагаты, Ель-Ардах-Тхсы, Сахават, а также к 25-летию независимости Республики Казахстан и юбилейные медали Ассамблей народа Казахстана. Сегодня уйгурский этнокультурный центр известен многим. И это неудивительно. При национальном объединении огромное внимание уделено волонтерству и благотворительности. В этом направлении в нынешнем году проведена большая работа. У нас во время пандемии оказано было больше 600 семей продуктами всякими, товарами, одеждами. Помогали каждому дому и продуктами. В некоторых домах даже уголь покупали. Обед вечером кормили. Главные же задачи центра – это сохранение традиций и культуры своего этноса, а также укрепление единства народа нашей страны. Потому этнокультурное объединение активно сотрудничает с другими национальными центрами региона и области. И, конечно, принимает участие во всех мероприятиях, проводимых в районе, а также организует свои. На всех праздниках обязательно звучат песни и мелодии уйгурского народа, исполненные талантливыми музыкантами на национальных инструментах. О самих музыкальных инструментах уйгурского народа можно рассказать немало. Самые известные из них – это дутар, раваб и сатар. К примеру, это сатар. Он относится к смычковым инструментам, и, как говорят сами уйгуры, в нем сочетается скрипка и контрабас. А этот музыкальный инструмент называется дутар. Это самый распространенный уйгурский народ. Это дутар. Это везде. Восточный Туркстан – наша родина. Там основной пользуется вот этот дутар. Есть узбек дутар есть, таджик дутар есть. В общем, среднеазиатские националисты у всех есть дутары. Но наш дутар самый такой изящный, сделанный, и у него звук совсем другой. Поэтому славится во всем мире. Вот тембр, вот, вот, вот тембр, сатар, даб и гиджек. Сейчас пользуются. Стоит отметить, что существуют традиции, согласно которым на различных мероприятиях должна звучать определенная музыка, исполненная на специальных инструментах. Основной рабом – это на тоях, на свадьбах. Она зажигательная. Знаете, вот это все, это песни, ляск, все. Без рабов это не тоя. Вот в Канай, это свадьба, когда делается, самая торжественная. Где-то воин был, где-то завоевал ханство, где-то, может, свадьба шахов, кинезей или шахов, или султанов. Тогда вот этот Канай, открывали ворота, тогда этот Канай, Сунай, вместо вот этого, там называется, они вместо какой-то возбужденный тон сдавался от этого. Ни одно мероприятие, организованное Уйгурским центром, не обходится без выставки мастеров рукоделия. А таковых при объединении насчитывается немало. К примеру, вот это работы Айсажана Беденова. Мастер с удовольствием рисует картины и создает потрясающие поделки из тыквы. Особое внимание в его творчестве отведено культуре и традициям народа. Вот это ковчины. Раньше деревянные люди сохранили молоко, ну, там, выпиши компот или что там надо. Вытаскали на огороды, где поли. А вот это маленькие, на чаю, который ковчины, чай пили с этим, занимались с этим, каждого дома. Среди его работ есть и другие интересные поделки. Лебеди, девушки. А вот это символ нашей столицы – байтирек. Когда байтирек поставили, я сразу, меня голову ударили, что, как делать. Первое я делал. Вот это придумал, как, что. Сверхоземном шаре, байтирек, как солнце, так, весь круг. Потом они стойки и по кругу это караван, как пустынный караван, дорога Йоли. Вот придуманный так. Ну и, конечно, традиции народа сохраняются в национальной кухне. В этом вопросе уйгурский центр буквально превосходит все ожидания. Гостеприимный дастархан всегда пестрит разнообразными яствами. Стоит отметить, что для уйгурского этноса характерно приготовление мученных блюд. Для нашего народа сегодня характерно манты. У нас, например, у нас уйгуров манты несколько видов. Мы делаем манты с джусаем, манты мясо с луком, на дрожжевом тесте. Есть еще многие-многие виды. Ну, конечно, лагман у нас уйгуров на первом месте. Сейчас во всех кафе, везде, в ресторанах, везде очень большой спрос. Лагман у нас тоже около ста видов. Лагман, джеммен, суммен, сыру лагман, гюру лагман. Есть самса с мясом. У нас есть пьязнан, называется. Вот тыква, пожалуйста, турпанкова. Мы ее в духовке запекаем. И сангза. Эту сангза мы делаем каждый айт-праздник. Это именно на праздниках у нас обязательно должно быть сангза. И хлеб, пожалуйста, все виды. Вот это у нас на оттенчай подает большой хлеб. Тугаш на свадьбах, вот, например. И помнан. И петит тугаш, это у нас на свадьбе специально ставится. Есть блюда, которые готовятся к исключительным праздникам. Так, к примеру, свадьба не обойдется без плова и лагмана. Ну а кому не знакомы хошаны или, по-другому, жареные манты? Хошан отличается от обычной манты. Хошан мы жарим. А манты на пару готовим, мантоварки. А хошан мы сначала жарим, потом мантоварки парим. Обычные манты у нас на пресном тесте делаются. А хошан чуть-чуть мы туда добавляем дрожжи. Чуть-чуть дрожжи добавляем. Немного. А в основном почти одинаковый фарш. А есть такое блюдо, которое непременно надо попробовать, если ты оказался за столом уйгурской семьи? Обязательно надо отведать. Ну это лагман, конечно. Лагман. Есть у уйгурского народа еще немало любимых традиционных блюд. И все они непременно готовятся на национальные праздники, на которых уйгурское объединение старается собирать не только представителей своего, но и других этносов, проживающих в нашей многонациональной стране. Ведь именно так и проявляется согласие и мир между народами. На этом время наша программа подошла к концу. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Но не переключайтесь, впереди вас ждет еще немало интересного. Оставайтесь на телеканале ЖТСУ. А мы прощаемся с вами ровно на две недели. Всего вам самого доброго. Мира и согласия вам и вашим семьям. До свидания.